Белорусским грибникам до этого с погодой очень везло. Осень выдалась на редкость урожайная. Белые, лисички и подберезовики выносят из леса корзинами и ведрами. В этом убедилась Галина Пузына. И вот уже первые находочки. Фонарики под прожектора. Первые находочки. Боровик. Белый гриб сосновый. Один. И вот второй. Целый арсенал устройств и полная экипировка. Грибники на охоту выходят еще до рассвета. Свои места знают наизусть. Мы с вами поехали в 5 утра. 5 утра. Было темно полностью. Бывали случаи, когда приезжаешь, уже все срезано. Но хотелось бы, конечно, не тронуть играть. Александр Шевцов – грибник со стажем. В лес с корзинами приезжает уже 15 лет. Ведет социальные сети. Лакомые места в секрете не держит. Делится в своей онлайн-группе не только фото, но и локациями. Так делают и другие грибники со всей страны. Там состей. Белоруссия выкладывает, где пошел гриб, где есть что. Вот сейчас в Лобойских лесах белый гриб тоже пошел. Потом под Жозино, под Борисовым белый гриб есть. Те места, куда мы ездили, очень многие люди именно за ними туда гонятся прямо. Там куча, там как на Бродвее машин вообще очень много. В поисках грибных полян иногда приходится побродить. В день до 15 километров пешком. Весь урожай едва вмещается в корзины и ведра. Лето в этом году было очень засушливое. Как погода на грибах отразилась? Отразилась. Больше было засушливую погоду под осинник и под березовики. А вот когда пошли дожди, уже начали вылазить боровички. Итак, круглый год. В Беларуси грибы собирают не только осенью. Есть весенние, летние и даже зимние виды. Например, после первого снега пойдут опята и вешенки. Галина Пузына, Янина Василевская, Александр Дашук, Иван Турко, МИР24. В Беларуси около 7 тысяч видов грибов. Порядка 300 из них съедобные.